Склоним голову в молитве. Отец Небесный, мы приходим пред Твой престол во имя Иисуса. Приходим с дерзновением, потому что приходим в Твое имя. Просим, благослови наше исследование, чтобы мы могли усвоить и применить в своей жизни уроки, приготовленные Тобой. Благодарим за обетование Твоего присутствия и просим, чтобы Ты был с нами. Во имя Иисуса. Аминь. Название нашей темы сегодня «Мерзость запустения в истории». Если помните, в нашей последней теме мы изучали с вами 24 главу Евангелия от Матфея с 4 по 14 стихи. И, конечно же, мы в этих стихах рассматривали исторические события, которые привели к разрушению Иерусалима. Итак, давайте мы повторим, что мы изучали последний раз из Евангелия от Матфея 24 глава с 4 по 14 стихи. И я сделаю повторение быстро, потому что нам необходимо переходить к новой теме «Мерзость запустения», о которой говорится в 15 стихе. Итак, повторим. Прежде всего, Иисус предупреждал, что появятся лжи Христа и лжи пророки, чтобы прельстить многих. Мы отметили, что это происходило во время между распятием Христа и разрушением Иерусалима. Также Иисус предупреждал о войнах, военных слугах о том, что на царство восстанет и народ на народ, что будут глады, моры и землетрясения. Мы отметили, что и все это произошло в данный период времени. Причина этих несчастей заключается в том, что Сатана желал уничтожить Божий народ, рассеять их, ввергнуть их в скорбь. И Иисус предупреждал, что скорбь будет, и это все произошло перед разрушением Иерусалима. Также мы отметили, что многие отойдут от веры до разрушения Иерусалима, и это произошло. Также мы выяснили, что сын поднимется против отца, и отец против сына, и члены семьи будут воевать друг с другом, и это происходило в истории. Также мы отмечали, что народу Божьему нужно будет держать ответ перед царями и начальниками, и им было сказано, что им не нужно наперед продумывать, о чем говорить и как, потому что Дух Святой даст им слова и вложит в их устах. Также мы отмечали, что в это время появятся ложные пророки, которые будут пророчествовать о мире для Иерусалима, в то время как мира нет. По причине умножения беззакония, любовь у многих людей охладеет. Это говорит о том, что когда-то они горели любовью, но теперь любовь прошла. Гонение и преследование охладили любовь. «Также с терпением или в терпении спасайте души ваши, и претерпевший до конца спасется». И в 14 стихе 24 главы мы читали о том, что Евангелие будет проповедано по всей вселенной или по всему миру, и тогда придет конец. И мы отмечали, что по всему цивилизованному миру в то время, по всей Римской империи, было проповедано Евангелие. Итак, теперь мы перейдем к 15 стиху. Здесь говорится о мерзости запустения. Итак, мы читаем Матфея 24, 15. Итак, говорит Иисус, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет, Обратите внимание, что мерзость запустения – это видимое событие, которое последователи Христа могут увидеть. И о нем когда-то пророчествовал пророк Даниил, и она будет находиться на святом месте. Итак, давайте отметим несколько деталей, важных, которые открываются в этом стихе. Даниил уже раньше писал об этой мерзости запустения. Для того, чтобы понять, что она значит, нам необходимо обратиться к книге Даниила. Второе, мерзость запустения – это видимое событие, это был знак, знамение, которое они могли увидеть. И третье, святое место находится не в городе Иерусалиме, а за его пределами. Ну, кто-то может спросить, почему? Потому что текст говорит в Евангелии от Луки, что римские армии должны окружить город Иерусалим. Как же тогда могут убежать люди, находящиеся в городе? Знак будет не в городе, а за пределами города. Когда римские армии окружили город, и что-то должно произойти, чтобы его народ должен или мог иметь возможность выйти из города и избежать уничтожения. Итак, давайте мы начнем с книги Даниила, чтобы понять, что же это за мерзость запустения. Откроем книгу Даниила. Если помните, в одном из наших предыдущих исследований, Бог предсказывал пленение Иерусалима во времена Бавилона в течение 70 лет. И после этого город должен был быть отстроен, храм должен быть отстроен, и гражданская и религиозная власть должна была возобновиться. Затем Господь дал 70 лет народу Своему. Еще одну возможность, после того, как Вавилон разрушил Иерусалим, город, храм и стены. И Бог говорит, я дам вам еще 70 лет. 70, вернее, не лет, а 70 недель. Это 490 лет, для того, чтобы произошло восстановление, а затем город будет снова разрушен. Итак, давайте откроем 9 главу книги Даниила, и мы начнем читать с 25 стиха по 27. Здесь говорится. 26 стих. «И по истечении 62 седьмин, а перед этим еще 7 седьмин упоминалось, то есть всего 69 седьмин, по истечении 69 седьмин, получается, предан будет смерти Христос, и не будет. «А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». То есть 77 седьмин даны иудейскому народу для того, чтобы они приняли принципы, данные Богом, встретили Мессию, но так как они должны были отвергнуть Мессию, то сказано, что «город и святилище разрушены будут». Через 69 недель сказано, «предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И далее говорится, «и конец его, то есть город и святилище, будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Ага, опустошения, или это то же самое слово, что запустение, в английском. Затем в 27 стихе, «И утвердит завет для многих одна седьмина». То есть Мессия утвердит завет для многих, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть повторяется опять, это опустошение, или запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Обратите внимание, здесь используется слово «мерзость» и также «запустение». Запустение или в предыдущем стихе «опустошение». Итак, давайте посмотрим, что же здесь есть. После пленения Вавилонского Бог дал иудейскому народу 70 недель, это 490 лет, для того, чтобы исполнить свою миссию. В конце 69 недели помазанник, или Христос, или Мессия, придет. Здесь говорится о крещении Христа. И он утвердит завет для многих в одной седьмине, то есть в этой последней седьмине, 70-й. Посредине седьмины он будет предан смерти Христос, и это то, что произошло с Христом. И этим он положит конец жертвам и приношениям. То есть Израиль теперь уже не должен приносить жертвоприношения, потому что Христос, агнец Божий, взял на себя грех мира и принес себя в жертву. И после этого сказано, «Народ вождя, который придет, разрушит святилище и город». Что же это за народ вождя? Кто такой народ, что за народ и кто такой этот вождь? Есть разное толкование. Футуристы верят в то, что вождь, который придет, это Антихрист, который появится после восхищения церкви в конце времени. Другие считают, что вождь, о котором здесь говорится, указывает на Тита, который в 70-м году вместе с римскими легионами осадил город и разрушил его. Но есть еще одно толкование, которое, мне кажется, лучше всего объясняет этот отрывок, а также другие места в Писании. Когда мы читаем о разрушении Иерусалима, и я сейчас имею в виду первое разрушение Навуходоносором, там говорится о том, что Бог разрушил город Иерусалим. Также сказано, что Навуходоносор разрушил город Иерусалим, и также сказано, что Израиль разрушил свой город. Вы можете сказать, о чем это вы говорите. Но давайте откроем Данила 9, 14. Данила 9, 14. Здесь ясно сказано о том, что Бог разрушил город Иерусалим при первом разрушении. Там говорится, «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его». Здесь ясно сказано, что Господь наблюдал это бедствие и навел его на нас. То есть, Бог навел на нас, имеется в виду разрушение Иерусалима, первое разрушение. Но также говорится в Библии, во втором, во второй книге Паралипоменон, 36 глава, это последняя глава этой книги. Здесь говорится о том, что царь Навуходоносор разрушил Вавилон. Мы прочитаем с вами с 17 стиха и ниже. «И он навел на них царя Халдейского». То есть, Бог навел против Израиля, или навел на Израиля царя Халдейского. «И тот умертвил юноши их мечом в доме святыни, их или святилище, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласова. Все предал Бог в руку его». Обратите внимание, что Навуходоносор разрушил Иерусалим. Но Библия также говорит о том, что Израиль разрушил свой город. Кто-то может сказать, а где это такое написано? Давайте вернемся к книге Даниила, 9 глава, и стих 11. Здесь говорится следующее. «И весь Израиль приступил закон твой, и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в книге Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед ним». То есть из-за их грехов пришло разрушение на город. То есть они сами навлекли на себя разрушение. И затем 14-15 стихи. «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог нас во всех делах на своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его. «И ныне, Господи, Боже наш, изведший народ Твой, из земли египетской рукой сильную и явившему славу Свою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво». Иеремия 38 глава. Иеремия 38 глава, там еще более... Ясно написано, 23 стих. Иеремия 38, 23. Говорится следующее. «И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взять руку царя Вавилонского». И далее говорится об Израиле. «И ты сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». Итак, кто навел разрушение на Иерусалим? Израиль. Поэтому кто разрушил Иерусалим? Первый раз – Бог, Навуходоносор или Израиль? Конечно же, ответ – да. Да, в любом случае. Из-за грехов Израиля Бог использовал своего раба Навуходоносора для того, чтобы разрушить и город, и храм. Нечто подобное произошло при втором разрушении Иерусалима в 70-м году. В книге «Великая борьба», страница 35 и 36 мы читаем. Там говорится так, «Иудеи сами приготовили себя, они наполнили чашу мести. В полном разрушении этого народа и последующих скорбях, которые они пожали вследствие своего рассеяния, они собрали урожай, который сами сеяли». Пророк говорит, «Ты разрушил сам себя». Это из книги Оси 13.9 и 14.1. «Их страдания, пишет Эллен Уайт, очень часто представлены как наказание, данное прямым Божьим повелением. Таким образом, Великий Обольститель скрывает свою работу. Путем упорного сопротивления Божьей любви, иудеи пришли к тому, что любовь Божья отошла от них, и Сатана мог управлять ими по своей воле». Интересную притчу сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 22 глава. Это та же, тоже Евангелие, которую мы изучаем с вами. 22 глава, стих 7. Здесь предсказывается разрушение Иерусалима. И посмотрите, все три стороны здесь упоминаются. Сказано о том, что царь посылал слуг, которых убили. «Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, то есть это римлян, и истребил убийц онных и сжёг город их». Итак, Бог послал Свои армии, войска Свои, римские легионы, чтобы уничтожить, истребить убийц Его Сына, Иисуса Христа. Матфея, 23 глава, стих 38 и 39. Здесь описана ситуация, когда Иисус последний раз покидал храм. И Он высказал слова, которые мы уже читали в предыдущей теме. 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел Я собрать детей Твоих, как птица собирает тенцов своих подкрылья, и вы не захотели». Это очень важно. Иисус говорит, «Я хотел собрать вас вместе. Всех детей Израиля, всех израильтян Я хотел собрать вместе. Вы убивали пророков, камнями побивали посланных к вам, а Я хотел вас собрать к себе». И затем Он говорит, «Но вы не захотели». И затем ключевое слово, которое мы ищем здесь. «Все...» Он обращается к религиозным лидерам. «Все оставляется вам дом ваш пуст». То есть это уже не мой дом, это не храм Божий. Это сказано уже «ваш дом». Он оставляется вам пуст. Пуст или разорен в запустении. И затем, следующее буквально, Он говорит о разрушении Иерусалима. Итак, Израиль отверг Христа, поэтому дом остается в запустении и следует за этим разрушение города. Давайте теперь прочитаем Марка 13 глава. Это параллельное описание тем событиям, которые описаны в Евангелии от Марка 24 глава. 14 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, так здесь сказано, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Итак, Марк добавляет такую деталь, что мерзость запустения стоит там, где не должно. Когда мы читаем у Луки, там совсем по-другому, кажется, написано, чем у Луки и Марка. 20 глава и стих 20, это та же проповедь, Иисус говорит, «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, то знайте, что приблизилось запустение его». Обратите внимание, что мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, Лука, фактически Иисус здесь говорит, это записано просто в Евангелии от Луки, там говорится о том, что римские армии окружат город Иерусалим. И это будет знак того, что это мерзость запустения. 21 глава, 20 стих. Обратите внимание, что мерзость – это осада, это еще не само разрушение. Таким образом, стоящее на святом месте должно относиться к области за пределами городских стен, а не разрушение самого города. Иисус сказал своим последователям, чтобы они бежали из города. Но они не могли убежать из города, когда римские легионы осаждали его. Поэтому вопрос – что же такое мерзость запустения, которую они должны были увидеть? «Мерзость» – это римские легионы, окружившие Иерусалим. Это должно было быть знаком того, что разрушение города должно произойти вскоре. Иосиф Флавий говорит о том, что Тит построил стену вокруг всего города. То есть, другими словами, невозможно было избежать из города. Эллен Уайт тоже интересные детали дает об этом знаке, который должен появиться за пределами города. Это мерзости в мерзких римских легионах. Книга «Великая борьба», страница 26, она написала следующее. Когда языческие стяги римлян, или, она говорит, идолопоклоннические стяги римлян, или флаги римлян, будут поставлены на святой земле, которая простиралась на какую-то область за пределами стен, то есть, иудеи считали святой землей не только то место, где храм находился, но также на какое-то расстояние за пределами стен. Тогда последователи Христа должны были бежать, спасаться бегством. Когда предупреждающий сигнал появится, они должны были покидать город незамедлительно. И что же это за стяги такие? В книге «Великая борьба», 41-я страница, «Евангелие проникло в те регионы, которые были недосягаемы даже для орлов Рима». Итак, что же было на римских стягах? Там были орлы. Давайте поговорим немножко об истории римского флага, идолопоклоннического флага. Официальный флаг во время Христа или официальный знак, эмблема, это был орел. В разное время в разных римских легионах были разные знаки. Где-то змея, где-то был буйвол, где-то филин был и другие животные. Но позже орел стал единственным, который заменил всех. Почему Помпей, и при нем это произошло, принял орла как символ военной мощи римлян. Во время своей кампании в Азии он принял языческого бога Митра, и он принял его знак, орла, как единственного зверя на римских стягах. Константин Великий поклонялся этому богу также. Константин называл его Deus Sol Invictus, то есть это непобедимый сын. Этот стяг стал символом непобедимости Рима. Как солнце побеждает тьму, так римские легионы побеждали своих врагов. Несколько характеристик было римских стягов. Там, во-первых, был орел. Его крылья были распростерты. Золотой венец окружал его. Это было символом орбиты солнца. И так же были в крыльях этого орла были стрелы. И они ему приносили жертвы и поклонялись этим стягам римским. Чему они поклонялись? Они поклонялись богу солнца, Митре. Обратите внимание, что Иосиф Лавий говорит в своей книге «Войны иудейские». Затем шли знамена, окружавшие орла. Перед каждым римским легионом, царь и самая сильная из птиц, которая казалась им, то есть римским легионом, знаком превосходства, то есть это означало, что они победят всех, против кого выступают. То есть Иисус говорил, что это будет знак. Иосиф Лавий говорит, что римляне считали свои стяги знаком превосходства и признаком того, что они победят всех, против кого выступают. Очень интересно, что в 1 Петра 5.13 Петр упоминает, что Рим это Вавилон. Он говорит, «Приветствует вас избранная подобно вам церковь Вавилоне и Марк сын мой». То есть Вавилон это имеется ввиду Рим. То есть новый Вавилон Рим разрушил Иерусалим в 70-м году, как и древний Вавилон разрушил город Иерусалим во дни Новохудоносора. И как мы обнаружили в нашем предыдущем исследовании, о Новохудоносоре говорилось как о Орле, который выступал против Иерусалима, так и римские легионы выступили со стягами, на которых были изображены Орлы. И поэтому это не совпадение, когда говорится, что где труп, там соберутся и Орлы. Евангелие от Матфея 24-я глава. Где труп, там соберутся и Орлы. Это имеется в виду римские Орлы. Но вот теперь важный вопрос. Каким образом христиане, находящиеся в городе Иерусалиме, могли убежать из города, когда он был окружен римскими легионами? Потому что эти легионы были как стена вокруг города. Каким образом, увидев этот знак, они могли убежать? Иосиф Лавич объясняет. И, кстати говоря, Иосиф Лавич родился в 37-м году по Рождеству Христову. Он был свидетелем разрушения Иерусалима. Он был историком, который жил в это время. И он написал следующее. И позвольте вам контекст немножко объяснить. В 66-м году Цести Галас, который руководил римскими легионами, осадил Иерусалим. И все казалось вело к падению города. Но затем внезапно Цести и римские легионы отступили. Кажется, что кто-то их отогнал. Иосиф Лавий говорит, не было никакой причины, но мы понимаем, что причина была. Вот что он пишет в войнах иудейских. Цести отошел от города без какой-либо видимой причины. Просто вот они ушли. Хотя казалось, что они должны были завоевать город вот-вот. Иудеи, когда увидели, что войска отходят, это они говорили, лжепророки говорили, вот, мы же вам говорили, что город не падет, Бог с этим городом. И они побежали за римскими легионами. Иосиф Лавий говорит о том, что многие солдаты были убиты римские, потому что иудеи погнались за ними. Но затем римляне вернулись. В этот раз они уже не отступали. В 70-м году Тит окружил город, и как Иосиф Лавий говорит, римские легионы были как стена вокруг города, и не было никакой возможности спастись. Тем не менее, Божий народ, верные Богу христиане, увидели тот знак, и они оставили город, когда Цестия отошел. «И ни один христианин не оставался там, и никто из христиан не погиб». Давайте прочитаем Матфея 24, глава 16, стиха и ниже, где описано, что должно произойти, когда христиане увидят знак мерзости запустения. Мы читали с вами 15, стих, продолжим дальше 16. «Тогда», то есть, когда они увидят мерзость запустения, «тогда находящиеся в Иудее, да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни». Очень интересно. Такой побег, бежать в горы из города, тех, кто на кровле, не сходить даже вниз, тех, кто на поле, не возвращаться даже за одеждой своей. Горе даже сказано, это такое тяжелое будет время, горе беременным и питающимся сами в те дни. И затем очень интересная деталь. Все христиане, находящиеся в городе, должны были уйти из него, но они все соблюдали субботу, обратите внимание, двадцатый стих. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, потому что будет холодно, так, или в субботу». То есть, христиане соблюдали субботу в семидесятом году. То есть, воскресенье тогда не было днем поклонения. Двадцать первый стих. «Ибо тогда будет великая скорбь». В девятом стихе там тоже упоминается скорбь, но здесь великая скорбь, то есть, более интенсивная. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». «Как не было от начала мира до ныне, и не будет». И далее он говорит, «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Я хочу, чтобы вы запомнили это выражение. «Какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Мы вернемся к этому выражению. Помните, когда Лот ушел из Содома? Помните, жена его пошла с ним также, но из сердца своего она или в сердце своем она не отпустила этот Содом. Помните, Господь предупреждал, не оборачивайтесь даже, не выносите с собой ничего. Луки, в Евангелии от Луки 20, 17 глава, вернее, 28 стих говорится следующее. «Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет ли в тот день, когда Сын Человеческий явится? В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не оборачивайся назад. Не обращайся назад. И затем проповедь из трех слов. Вспоминайте жену Лотову. Она обернулась. В книге «Вести для молодежи», страница 419, Эллен Уайт писала, почему Лот решил поселиться в городе, в Содоме. Ну, потому что там было больше удобств в городе. И вот, что она говорит здесь. Лот избрал для своего жилья Содом, потому что он больше искал земных преимуществ, и он не обращал внимания на нравственное окружение в городе. То есть он хотел финансовые преимущества, временные какие-то, физические преимущества. и что же он получил в этом мире. И вот какой результат. Его имущество было уничтожено. Часть его детей погибла в этом нечестивом городе. Его жена превратилась в столб соляной. А сам он был спасен, как из огня. Такие были результаты его эгоистичного выбора. Нравственное распление этого места настолько повлияло на их детей, что они могли отличать добро от зла, грех от праведности. Эллен Уайт описывает тот знак в книге «Великая борьба» страница 30. Но Божье проведение управляло событиями ради блага его народа. Обещанный знак, то есть мерзость запустения, обещанный знак был дан ожидающим христианам, и теперь появилась возможность для всех желающих прислушаться к предупреждению Спасителя. Итак, последовательность событий такая. Знак, то есть мерзость запустения, это знак, который народ Божий должен был понять и покинуть город. И затем, сказано, начнется Великая Скорбь, 22, 21-22 стихи. Итак, мерзость была видна за пределами города. Давайте поговорим теперь о запустении или разрушении города. После того, как Цестий окружил город и отступил, Веспасиана, затем Тит вернулись в Иерусалим. И уже они не отступали. Божий народ увидел эти стяги римские с орлами, как они поклонялись Богу Солнца, и они покинули город незамедлительно. Обратите внимание, таким образом, последнее испытание пришло, когда верный Божий народ услышал знак. Те, которые отступили от Бога, они не поняли этот знак, но была группа людей, которая поняла знак. И знак этот разделил, разделил людей, находящихся в Иерусалиме на две группы. Те, которые увидели и поняли этот знак и убежали, и те, которые не поняли и остались. Мы позже вернемся к этой мысли. После того, как Божий народ избежал разрушения, уничтожения, город был уничтожен. И, согласно Иосифу Флавию, около миллиона иудеев погибло. Но в Великой Борьбе страница 30 и Ленуайт говорит, ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. Помните выражение, которое я просил вас запомнить? Какого не было от начала мира и не будет? 21 стих. Иосиф Флавий, я думаю, что он не читал эту проповедь Иисуса Христа. Но он написал следующее. Если сравнить страдания всех людей со страданиями иудеев в это время, то они несравнимы были. То есть, те, которые остались в городе, все соблюдали субботу. И Иисус говорит, молитесь, чтобы не было бегства ваше в субботу. «Национальное отступление привело к национальному падению». Следующие слова, они связаны с отвержением Мессии. И теперь это стало причиной национального разрушения. Луки 19, 31. Иисус подходил к Иерусалиму с восточной стороны. Это 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду». Это римские армии, окружающие Иерусалим. «И разорят тебя», или сравняют с землей в английском, «И побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне». Почему? За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. И так, отвержение Мессии стало великой мерзостью, которая привела к опустошению города. И, как я говорил уже в предыдущей лекции, христианский мир виновен будет в том же грехе. Но христианский мир скажет, «Но мы же принимаем Мессию». Да, но вы отвергаете закон, отражение характера Мессии. Как можно говорить, что закон был пригвожден ко кресту? Нам его не нужно соблюдать, что закон отнимает у нас свободу, и в то же самое время говорит, «Я люблю Иисуса, но закон это же выражение характера Христа. Вы не можете отвергать выражение или отражение и не отвергать Христа одновременно». Позвольте забежать наперед немножко, чтобы вы поняли, к чему я веду. Когда пришло последнее испытание для Иерусалима, то знак, который разделил жителей города на две группы, повторится в последнее время. также весь мир тогда будет разделен на две группы. В конце времени не поклонение солнцу будет мерзостью, а поклонение в день солнца. Во время 1260 лет папство доминировало в Европе в Европе, и они возмечтали изменить святой Божий закон. Это мерзость. Даниила 7,25 объясняет деятельность небольшого рога, который возмечтал изменить Божий закон. Это мерзость, о которой говорится в 8-й главе также Даниила. В конце времени гражданские власти этого мира объединятся с папством, Соединенные Штаты будут принимать участие в этом, и они будут навязывать соблюдение воскресного дня. Это будет знак, который разделяет мир на две группы. Прочитаю вам из книги «Великая борьба». Я надеюсь, что вы до конца останетесь, потому что я докажу это все из Библии, а также из Духа пророчества. 15-я 616-я страница Великой Борьбы. Когда вокруг субботы разгорится борьба во всем христианском мире, и религиозная власть объединится с государственной, чтобы навязать соблюдение воскресения, упорный отказ ничтожного меньшинства подчиниться всенародному требованию сделает его предметом всеобщего отвращения. И будет объявлено, что этой кучки людей, сопротивляющихся постановлениям церкви и закону государства, не должно быть снисхождения, что лучше пострадать им, нежели ввергнуть все народы в смуту и беззаконие. И затем она возвращается ко времени Христа. 18 столетий назад подобное обвинение было выдвинуто против Христа начальниками народа. «Лучше нам сказал хитрый Каяфа, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И дальше она возвращается к последнему времени. «Этот довод покажется убедительным и вскоре издадут указ против чтущих субботу по четвертой заповеди, который объявит их достойными самых суровых наказаний и предоставит народу свободу после определенного времени предавать их смерти». Вот так. Ну, вы можете сказать, да нет, в Соединенных Штатах Америки такого не может быть. Если вы изучаете книгу Откровения 13 глава с 11 стиха и ниже, вы увидите, что это произойдет в последнее время. Но в конце времени люди не будут поклоняться солнцу, люди уже слишком грамотные, но они будут поклоняться в день солнца. Кто-то может сказать, а что тут общего такого? Какая разница? Ведь здесь есть, вернее, разница большая. Кто создал солнце? Я думаю, что вы скажете Бог, если вы христианин, конечно же. А создал ли Бог солнце для поклонения? Нет. Нет. Солнце это просто объект, который дает нам свет. А что произойдет, если вы сделаете солнце объектом поклонения? Библия называет это идолопоклонством. Кто создал первый день недели? Первый день недели создал Бог. Можно прочитать книги Бытие первая глава. Был вечер, было утро первого дня. Таким образом, Бог создал первый день недели. Позвольте спросить, Он создал первый день как святой день? Нет, это светский день, обычный день, которым мы должны работать. Четвертая заповедь говорит, шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота, Господу Богу твоему. Поэтому Бог создал первый день, Он не создал его как день поклонения. Что происходит, если мы делаем первый день поклонения? Вернее, первый день поклонения. Это тот же принцип, это идолопоклонство. То есть, все, что человек устанавливает для поклонения, что Бог не установил, это идолопоклонство. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Теперь давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, 11 глава, 48 по 51 стихи. Иисус воскресил Лазаря, и религиозные лидеры разозлились на Иисуса, потому что множество людей видели это, и они верили в Христа. И теперь Каиафа и Синедрион собрались и говорят, у нас состояние опасности для нашего народа. Если все примут Христа, то христианство займет место иудаизма. Придут римляне и захватят нас. И теперь они решили, как в этих условиях действовать. Каиафа говорит здесь, 48 стих, «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». То есть, другими словами, враг народа номер один должен умереть, чтобы спасти народ. В конце времени, друзья, тот же аргумент будет поднят не против Христа, но против остатка народа Христа. В книге Откровения 12 глава стих 17 говорится о том, что «Рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими и от семени ее, сохраняющими заповеди Божьими и имеющими свидетельство Иисуса Христа». И те, которые делали это, не были атеистами, это не были светские люди, это были верующие люди, которые заявляли о том, что они народ Божий, и они поднялись против остатка Божьего, против прочих от семени ее. Этот сценарий повторится вновь. В книге «Великая борьба», страница 27, Эллен Уайт объясняет немножко больше эту деталь. Я читаю. Здесь говорится об иудейском народе, о руководителях. Они ненавидели Христа за его чистоту и святость. Они открывали их беззаконие, и они обвинили Его в том, что Он является причиной всех бед, которые пали на них. Обратите внимание, то есть они обвиняли Иисуса, они говорили, что причины всех наших проблем это Иисус. Но на самом деле чистота и святость Христа открывали их беззаконие, и это исполняло их ненависти ко Христу. Народ Божий последнего времени будет отражать характер Христа в своей жизни, и мир поднимется вокруг них, против них вернее, не потому, что они являются причиной бедствий этого мира, но потому, что их чистота и святость являются постоянным обличением для мира, и они не могут выдержать то, что они видят. И в конце времени не светские люди, не атеисты будут вести войну против Божьего народа, а те, кто называют себя христианами, как иудеи заявляли, что они народ Божий. Далее она продолжает. Хотя они понимали, что он безгрешный, они заявили, что его смерть была необходима для безопасности всего народа. Так же будет и в Соединенных Штатах Америки. Необходимо избавиться от тех, кто соблюдает субботу. Воскресенье это закон для поклонения или день для поклонения по закону. Эти люди нарушают закон церкви и закон гражданский. Они знали, что он безгрешный, но они заявили, что его смерть необходима для спасения народа. И затем они цитируют Иоанна 11,48 о том, что если они оставят его в живых, то придут римляне и завладеют местом синим и народом синим. Таким образом, они говорили, когда Христа принесут в жертву, тогда народ станет единым и сильным. Они говорят, мы станем едиными и сильными. Таким образом, считали они, что лучше для одного человека умереть, чем для всего народа погибнуть. Итак, вот такая мерзость в отвержении Мессии привела к национальному падению, разрушению. Национальное отступничество приводит к национальному падению. Они считали, что избавившись от Иисуса и его последователей, они спасут Иерусалим. Но вместо этого, убива Иисуса, они навели разрушение на Иерусалим. Позвольте мне отметить еще одну мысль, прежде чем мы закончим. Иудейский народ, как церковь, не могли уничтожить Христа. Они не могли вынести смертный приговор. Они не могли его арестовать и убить. Им необходимо было заручиться поддержкой государственной власти, потому что, как церковь, они не могли это сделать. Что же они сделали? Они обратились к Пилату, который был гражданским правителем, и они сказали, Пилат, у нас есть проблема, у нас есть этот человек, который называет себя Мессией, и мы хотим, чтобы он был распят. Пилат говорит, у вас есть церковные законы, идите судите по своим церковным законам. Иудейские лидеры сказали, нет, наш закон не позволяет нам умерщвлять кого-либо. И поэтому они сказали, Пилат, нам нужна помощь государства, нам нужна гражданская власть, чтобы исполнить наши желания. И из-за того, что Пилат испугался, они сказали, что мы скажем Кесарю, что ты отпустил человека, который виновен, который заявлял о том, что он царь. Боясь потерять свою политическую должность, он осудил на смерть невинного. Трижды Пилат публично объявил, что он не находил никакого греха, никакой вины в этом человеке. И тем не менее, он осудил невинного человека на смерть. Другими словами, произошло единство или объединение церкви и государства. И в конце времени также произойдет объединение церкви и государства и будет издан закон осуждающий верный Божий народ. Потому что, как говорится в истории Илии, они возмущают общество. Я надеюсь, что вы понимаете. Я забежал немножко наперед. Я хочу, чтобы вы поняли, к чему мы придем с вами в нашем исследовании. Итак, давайте повторим, что такое мерзость запустения, реченная через пророка Даниила? Это когда римские армии окружат Иерусалим, и со своими стягами языческими, с орлами, придут и будут поклоняться им. И это символизировало поклонение языческому богу солнца Митре. Город был окружен. Когда народ Божий увидел эти стяги, они поняли, что это знак, нужно бежать из города. И затем внезапно, кажется случайно, но мы понимаем, что по Божьему провидению Цестий отвел легионы от города, и теперь иудеи, находящиеся в городе, и лжепророки, которые там были, они говорили, мы же говорили, что Бог с нами, они погнались за римскими легионами, и много римских солдат пало в тот день. Но народ Божий увидел этот знак, и они убежали из города, и ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. И несколько лет прошло, римские легионы вернулись под руководством полководца Тита, и в этот раз город был осажден, и уже армии римские не отступали. Иосиф Флавий, я бы посоветовал прочитать его книгу «Войны иудейские», он описывает там, что происходило в городе до разрушения, во время разрушения, после разрушения. Это очень печальная история для народа, который был там в городе, и который был уничтожен. Национальное отступничество, отвержение Мессии привело к национальному падению, и иудеи были рассеяны по всему миру. Снова они были отведены в плен. Город был разрушен, храм был разрушен, и они были рассеяны по всем народам. И повторюсь еще раз, что грех иудейского народа это тот же грех, который будет характеризовать христианский мир в последнее время. Иудеи отвергли Иисуса Христа как Господа и Спасителя, а христианский мир отвергнет закон Божий, который является отражением характера Христа. то есть, другими словами, закон описывает, какой Христос в своем характере, в своей личности. Невозможно сказать, я отвергаю отражение, но принимаю Христа в реальности, который отражен в законе. Это как сказать, глядя в зеркало. Я принимаю человека, который смотрит в зеркало, но я отвергаю его отражение. Нет, отражение это отражение человека, реального, живого человека. Итак, в следующий раз мы будем изучать с вами, как в Евангелии от Матфея 24 глава с 4 по 14 стихи касается последнего времени и что значит мерзость запустения в конце времени. Thank you for being with us.